всем добрый день меня зовут елена ронина я рада приветствовать вас у себя на канале давайте говорить друг другу комплименты ну вот практически закончилась осень начинается зима и москва уже готовится к новому году но так тихо скромно и погода сегодня конечно совершенно еще не новогодние но тем не менее уже стоят красивые наши ворота которые будут вечером освещаться и уже шампанское вовсю на столбах установлено на столбах тверской улицы так что вот пойдемте по москве прогуляемся по столешникову переулку зайдем в книжный магазин но честно говоря уже сходила и конечно и книги купила покажу вам и книги какие сегодня продаются и как украшены улицы как украшен петровский пассаж это единственный магазин куда я зашла и но потому что невозможно было не зайти ну я надеюсь что наша прогулка сегодняшняя вам понравится ну что в путь давайте посмотрим как москва украшается к новому году но и первое что делается в центре это ставится вот такие ажурные ворота они ставятся вот по всему по всей тверской улице на входе в переулочки в камергерский в газетной и на пушкинской значит в первый раз там забивали такие сваи это невозможно было перенести когда стали ли эти ворота такой был жуткий шум сейчас это делается совершенно бесшумно и в общем незаметно для нас для москвичей пока еще все огорожено потому что вокруг еще будут еловые ветки все будет очень красиво но и вот что касается шампанского вот такие вот видите бокалы шампанском сам шампанским их называют это то как сейчас украшены фонари на тверской улице вечером когда они горят это очень красиво вот такие же ажурные ворота стоят на входе в кремль а мы сейчас перейдем дорогу по пешеходному переходу подземному переходу и пройдем по камергерскому переулку но вот видите какие красивые ворота вечером конечно они красиво очень освещены но фантастически красиво телеграф вот раньше ведь в москве что у нас освещалось это только телеграф и мы прямо подходили специально к телеграфу посмотреть какая там будет реклама новогодняя но сейчас вся москва горит и играет разноцветными огнями но невероятно конечно красиво и периодически все это бывает действительно с большим вкусом и очень разнообразно и каждый раз придумывается что-то разное мы думали в этом году ничего не будет но вот тем не менее все таки я думаю что будет не будет столько шума и не будет так помпезно но все-таки москва начала украшаться к новому году и это конечно приятно вот камергерский переулок видите вот такие заведения сейчас стоят под названием туалет что тоже очень здорово ну чтобы люди не ходили в ближайшую кафешку а вот есть прямо место такое специальное вот как здорово смотрите украшено кафе-пиццерия академии очень хорошее московское место напротив мхата и пока единственное что я вижу украшено видите шариками и еловыми ветками очень красиво ну рядом сидит такой достаточно грустный антон пал чехов но я этот монумент очень люблю он конечно красивый но пойдем по камергерскому переулку вперед посмотрим что у нас тут красивого сейчас кстати по москве везде висят такие вот известные картины это тоже очень здорово более того можно подойти и там есть описание этих картин обязательно ну что тоже в общем развивает ну а вот это музей прокофьева и сейчас мы с вами увидим памятник прокофьеву он недавно здесь стоит в 2016 году его открыли и вообще не сразу все поняли кто это такой хорошо что здесь есть надпись но потому что в общем не все знали как выглядел прокофьев и даже говорили что это может быть киса воробьянинов но это прокофьев и сделан этот памятник с фотографии в чикаго сделана была такая фотография прокофьев идет по камергерскому переулку но направляясь к себе домой вот видите вареничная она закрыта сегодня вот так вот очень много всего разоряется в москве советская вареничная она была шикарная и мы здесь часто бывали вообще здесь было много много народу ну вот так вот а это кстати говоря магазин педагогической книги сейчас не пойдем в него но я думаю что мне хочется знаете вам показать сейчас скверик мая плесецкой а на обратном пути но обязательно все-таки зайдем так это впереди у нас слева театра перет и мюзикл анна каренина начался но а мы с вами сейчас идем по улице большая дмитровка и мне очень хочется вам вот показать этот скверик вот еще одна кафе она называется воронеж и тоже закрыта кстати говоря тоже было очень хорошее кафе знаете такое недорогое сетевое и там было вкусно и собирались большие компании но видите пустые окна вот а мы видим с вами вот такую красивую картину на стене дома между прочим один из бразильских художников сделал эту картину сначала была просто картина вообще вот на этом месте был пустырь вообще там раньше был дом старинный но кто-то купил эту землю дом снесли начались строительные работы что-то там с разрешением не не произошло и в общем было такое решение принято тоже вот красивая красивый ресторан краснодар он просто красиво украшен поэтому решила вам его показать но про сквер май плесецкой но место пустовало картина была поэтому но как было не сделать такой сквер и сквер получился очень красивым вы знаете во все времена года но конечно стоит скульптура и на мой взгляд красивая скульптура тоже она кстати говоря была открыта в 2016 году и вот особенно осенью очень красивый этот сквер потому что здесь такие высокие травы и вокруг вот такие вот железные тоже вот такие линии но действительно красивый очень памятник ну а мы все-таки с вами зашли в магазин педагогической книги сегодня это просто магазин книжный ну честно говоря мне надо было и книжку одну посмотреть и посмотреть вообще что здесь есть вот мы сейчас видели книгу тома хэнкса я думаю что эта книга хорошая артист ведь замечательный наверняка и книга замечательная не читала пока еще но думаю что в общем и имеет полный смысл вот кстати говоря попросила поискать мою книгу продавец ее ищет я подошла к довлатову чемодан но это одна из моих самых любимых книг видите вот как красиво сегодня украшен книжный магазин уже всякие игрушки ну и книг много у кенок в кевина квана вышла третья книга про безумно богатых китайцев я ее уже прочитала третья книга мне понравилось значительно меньше чем первые две но все равно знаете если ты прочитал первые две книги то но точно имеет смысл и прочитать и третью вот такие красивые игрушки сегодня все все видите игрушек много книг много народу мало но естественно виктория токарева моя любимая ничего особенного сборник рассказов книга называется ничего особенного а рассказы то очень хорошие но фридрик бакман как всегда книг много его сегодня на полках вот видите армен шикарханян не успел человек умереть царство небесное книгу уже в продаже но вот к сожалению у нас сегодня вот так происходит при жизни неизвестно что а ну после смерти сразу почему бы не да не выставить книгу вот на первую полку и кстати говоря вот книга захарова есть я ее еще не покупала надеюсь что хорошая что купила карен шахназаров повести и сценарий но поскольку я вам честно скажу работаю сейчас над сценарием но поэтому я посчитала что во первых не читала его повести а режиссера такого очень люблю о а вот она и моя книга до елена ронина стеклянные дети но всего одна книга здесь в магазине сегодня продается ну что будем считать что и это уже хорошо новый роман маринины все очень хвалят две новые книги устиновый каме из ватикана не читала еще ни ту ни другую но думаю что хорошо вот такая сейчас серия идет очень на мой взгляд симпатичная это не книги которые в общем превзошли себя и вот интересно что видите агата крист кристис смерть на нели вот почему сейчас продается эта книга книга потому что все ждем премьеру уже есть трейлер нового фильма вы помните и старый фильм смерть на нели очень хороший американский но сейчас видимо это какой-то будет маленький шедевр как я люблю говорить вот так что смерть на нели ждем фильм и поэтому значит собственно и почему бы не перечитать книгу оказывается есть еще один этаж в этом магазине я решила что я обязана его посетить видите вообще народа никого нет этот этаж посвящен вот кстати говоря мария милия мама рядом отстаньте от ребенка очень хороший автор прекрасные книги всем вам рекомендую кстати мария мили она достать она кучем занимается обеспеченная женщина поэтому все свои деньги заработаны она благотворительные фонды пересылает но вот эти полки целые полки да про то как успешно выйти замуж забей на любовь и скидка 30 процентов вот пожалуйста вот просто купите такую книгу и будет вам счастье вообще совершенно не понимаю так ну а этот огромный этаж он посвящен культуре спорту искусству музыки вот такой огромный этаж но мне кажется здорово вот поэтому вы знаете думала что просто быстренько пройдусь по этому этажу на как-то я на нем немножко заостряла да вот здесь вот все книги посвящены искусству и нашла я здесь даже альбом серого смотрите как здорово и можно присесть на кресло и взять с полки книгу и полистать книгу но мне кажется что вот это что надо особенно когда на улице холодно и так дождливо но почему не взять книгу и не перелистать ее я не знаю уже кто покупает сегодня такие альбомы раньше мы их покупали и у меня дома их много и у родителей много в родительской библиотеке вот такие мне тоже книги понравились смотрите фрида кала и про японскую культуру они такие маленькие большая подборка интереснейших книг о русском языке просто каждая книг каждую книгу хочется открыть и почитать вообще подробно вот книги мне эти очень понравились ну и огромная подборка книг по музыке тут и ноты и но чего тут только нет вы что меня конечно просто вообще удивило но школа игры фортепиано николаева да то почему мы все учились кто закончил музыкальную школу тот вспомнит смотрите даже есть такой маленький кинозал но смотрите как уютно все вот такой чудесный совершенно магазин бывший магазин педагогической книги а сейчас просто книжный магазин называется на тверской ой в камергерском переулке извините вот отдел спорта тут естественно книги по шахматам но это здорово кто не смотрел еще сериал маленький королевский гамбит рекомендую прекрасный прекрасный фильм новый сериал там всего семь серий но это первый сезон вот кстати говоря если бы мне сейчас нечего было читать я бы прочитала вот эту книгу о чем молчит лед мишина но не могу себе позволить потому что должна читать книги специальные сейчас вот внуку купила вот такую тетрадь для нот потому что здесь смотрите какие прекрасные линейки а это очень важно прекрасная вот такая вот нотные нотная клавиатура так ну еще немножко посмотрим что здесь есть книги по кулинарии вот ну в окно выглянем вот прям вот на бывшую вареничную здесь выходят окна и на театра перетты в общем понравился мне этот магазинчик очень да кстати говоря вот еще ирина хакомада дау жизни вот рекомендую эту книгу мне эта книга очень нравится я ее читала давно она есть в моей домашней библиотеке книга правда стоящая вот почитаете ну пошли дальше вот кстати симпатичное кафе это уже кузнецкий мост кафе она литературная вот я о нем читала что здесь люди собираются они читают вслух книгу а потом ее обсуждает или литера то это кстати говоря театра перетты вид с изнанки да вот именно служебный вход артисты в театра перетты заходят именно с этой стороны но и мне очень нравится вот эта часть кузнецкого моста потому что здесь красивые особняки стиль арт-нуво ну конечно я не знаю что там внутри думаю что ничего хорошего но внешне в общем выглядит все это фантастически красиво и красивая мозаика и барельефы сохраненные но отреставрировано все но сегодня много чего отреставрировано в москве во всяком случае вот на фасадах по фасадной части улиц ну вот но ничего ты не сделаешь реклама магазинов это ресторан большой и вот мы уже видим справа цум он сделан смотрите как подарочная коробка с такими бантами все это конечно вечером светится опять ворота и дальше поднимается кузнецкий мост улочка мы как-то с ней уже с вами ходили прохаживались вот такая москва сегодня на самом деле это день но вот видите какие тучи низкие поэтому вот так вот но мы сейчас с вами уже немножко пройдемся по петровке на петровке но богаче всего украшен магазин кортье вот он такой видите тоже с бантом и с еловыми ветками ну красиво ничего не скажешь хорошо очень даже симпатично но на противоположной стороне поскольку это у нас петровка это у нас петровский пассаж просто выглядит как бурлеск какой-то что мы не смогла не зайти потому что витрина и через год на витрину видела вот такую красивую историю и да как красиво украшено просто сказочно вот просто попала новогоднюю сказку слышны вы слышите звуки музыки это там вдалеке кафе воска кафе там живая музыка там фортепиано и по моему скрипка и виланчель посмотрите как красиво боже мой вот настоящий новый год настоящая сказка еще кончики и игрушки и всякие заводные игрушки конечно просто очарование смотрите все движется здесь и фигуристы катаются и карусельки и железная дорога попадаешь в настоящее рождество вот-вы фигуристы мы Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами переходим в столешники, в столешников переулок. Мне очень нравятся вот эти лампочки, которые свисают с неба на нас. Мне кажется, что это с таким вкусом сделано, так красиво, но ярче всех в столешниках у нас представлен Dior. Ну и правильно. Ну а мы давайте с вами немножко пройдем по столешникам, посмотрим на эти лампочки и почувствуем атмосферу переулочка. Красивый, конечно, переулок, ничего не скажешь. Ну а мне захотелось еще, знаете, немножко вглубь посмотреть. Вот Венеция, троттория. Есть такая кафешка. Лепим-варим называется. Это пельмени. И там так вкусно. Вот, знаете, просто непередаваемо. Ну хотя бы в окошко заглянем. Вот это кафешка. Лепим и варим. Ну вот посмотрите, ни одного человека. Господи, как же все это грустно. И полный персонал, и все ждут нас, а никто не идет. И я не пошла, да, потому что приду домой и буду есть дома. Ну а вот здесь вот еще впереди троттория Венеция. Ну тоже хорошо она. И троттория хорошая, и хорошо очень. Она, вот видите, даже написана. У нас очень вкусно, да, и троттория Венеции тоже очень хорошо оформлена. Ну а это памятная доска. Именно в этом доме жил Гелеровский. Вот. Написал Москва и москвичи. Все мы прекрасно это знаем. Сегодня здесь магазин Мио-Мио. Ну мы пойдем дальше. И мне, знаете, мне очень хочется еще в этом переулочке показать вам одну интересную очень усадьбу. Вот мы дальше уже впереди у нас Мосгордома. И вот сейчас мы просто зайдем вот в глубину. Вот здесь, видите, все более-менее отреставрировано. А вот в глубине, хоть и написано, что это охраняется государством, это старинная усадьба. И вообще считается, что она должна быть когда-нибудь отреставрирована. Но не знаю, когда это все случится, потому что эта усадьба очень знаковая. Здесь был литературный салон. И здесь бывал и Михаил Семен Щепкин. И Гоголь здесь читал главы своих романов. И собиралось, в общем, здесь такое общество московское интересное. Декабрист Фан Визин здесь был. Ну вот видите, вот чуть-чуть мы во дворик зашли в московский. И что мы видим? Я, вы знаете, каждый раз, когда иду в столешниках, по столешникам, я обязательно туда заглядываю и все жду, когда же начнутся ремонтные работы. Ну, пока вот как-то никак. Ну, напротив у нас сидит дедушка Ленин. Вот сидел и сидит. Ну, а впереди у нас уже Мосгордума. Слева известный ресторан Арагви. Ну, к сожалению, он тоже сегодня закрыт. Но зато там можно что-то купить на вынос. Что-то типа хачапури, еще что-то. Что-то, какие-то блюда из кавказской пищи, из кавказской кухни. Вот здесь тоже все сегодня оформлено так, что московские сезоны. То есть, на самом деле, к Новому году Москва готовится. И все у нас скоро будет очень и очень красиво. Ну, будем следить за ходом событий, а я вам буду с удовольствием снимать новости новогодней Москвы. Ну вот, прошел практически целый день. Мы долго гуляли с вами в Москве. Я надеюсь, что вам она понравилась. Понравилось то, что происходит сегодня в Москве. Да, карантин, да, пандемия. Но жизнь продолжается. Поэтому я вам от всей души желаю здоровья. Тоже не забывать о том, что к Новому году надо готовиться. Вот мой муж уже купил вот такую деревянную звездочку. Мне кажется, она очаровательная. Вот, с вами была я, ваша Елена Ронина. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, пожалуйста. И всего вам доброго. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok